Здарова ребят, с вами Вула, на ваших ранах ринков Элизиум и в этом видео речь пойдет о классах в игре. В чем у них различия, какие классы лучше использовать и также поговорим сегодня об инвентаре и как его заполнять на каждом из классов. То есть сколько чего нужно иметь для того, чтобы победить. Ну или хотя бы приблизиться к топу. Ну и давайте начнем сначала с персонажей и первым у нас идет Гладин Пак. Это персонаж, который имеется в своем инвентаре Дельтаплан. На самом деле это мой любимый класс, я играю за него практически постоянно. Он очень мобильный, потому что Дельтаплан позволяет прыгать не только с гор, но и буквально там даже с невысоких зданий. Вам нужно примерно расстояние хотя бы второго этажа. Для того, чтобы полететь на нем ничего сложного не нужно, просто прыгаете, нажимаете F и все, больше вам делать ничего не нужно. Он открывается и летит ровненько-ровненько. Если нажать назад, то вы будете дальше планировать, но уже на более медленной скорости. Для того, чтобы спуститься резко вниз, вам уже, разумеется, надо нажать вперед. Просто у некоторых игроков бывает, возникают диссонансы, они когда прыгают, нажимают вперед и он сразу у них падает носом в землю. Этого делать не надо. Дельтаплан летит сам, вам просто нужно прыгнуть, нажать F и все. Кроме того, во время полета, если у вас есть пистолет или ППшка какая-нибудь, вы можете стрелять. И это привилегия только этого класса, потому что зиплайны и борды не могут стрелять во время движения. Но и минусы, разумеется, тоже есть. Потому что у него очень маленький инвентарь, всего лишь 200 единиц инвентаря или 250 с бронежилетом. О том, как рационально заполнять его инвентарь, мы поговорим чуть позже. А пока что перейдем к следующему классу, и это у нас сноуборд пак. Как вы могли догадаться из названия, это персонаж, который имеет в своем инвентаре сноуборд. Не знаю, куда его прячет, как, впрочем, и дельтаплан не знаю, куда прячет, наверное, в штаны. А может, куда и поглубже, потому что на таможене чего там только не провозят. Но все же сноубордист тоже достаточно мобильный класс. Он, конечно, не будет преодолевать такие расстояния, как глайдинг пак. Но все же с гором может спускаться очень быстро. Да и по, в принципе, небольшому склону он будет двигаться гораздо быстрее, чем, к примеру, пешочком. Но при этом нужно быть осторожным, потому что, когда вы двигаетесь по какой-нибудь низине, по очень пологой плоскости, вас на борде очень легко подстрелить, потому что вы двигаетесь, ну, прямолинейно, равномерно, то есть противникам не составит труда вас бить. К дополнительному бонусу борда можно отнести еще трюки. То есть, ехав с определенной скоростью, вы можете нажать пробел и подпрыгнуть. И если будет скорость достаточно большая и высота, вы сделаете один из двух трюков. Но будьте осторожны, врезание на скорости в какой-нибудь препятствии отнимет вам, ну, приличную дольку здоровья. Но этот класс уже более сбалансирован между грузоподъемностью и мобильностью. Инвентарь сноубордиста составляет от 275 до 325 единиц, в зависимости от наличия бронежилета, как я и сказал. Причем, неважно, какой у вас будет бронежилет, это касается всех персонажей. Что первое, что второе, увеличивает ваш переносимый вес ровно на 50 единиц. Ну и последний класс в игре, это так называемый скалолаз. И, как по мне, это один из самых бесполезных классов в игре. Несмотря на то, что он имеет просто огромный инвентарь, 350 единиц без бронежилета и 400 единиц с бронежилетом. Все равно, его мобильность не то, что оставляет желать лучшего, а она, наверное, даже будет больше вредить вам. Потому что, когда вы ползете по скале, вас, наверное, проще снять, чем человека, который поднимается на вертолет. Просто этот подъем, ну, настолько медленный, я вообще не знаю, использует ли кто-нибудь это, ну, реально в игре. Ибо подняться можно, в принципе, куда угодно, если там хоть немного наклонная плоскость. Тут, как по мне, конечно, разработчики немного убили этот класс в плане перемещения. Но, кроме крюков, конечно, у него еще есть троллейный блок, благодаря которому он может перемещаться по троллеям. Это вот такие вот белые линии на миникарте, которые натянуты, можно сказать, практически где угодно. Но, все равно, есть места, в которые вы все равно добраться не сможете. Вот, допустим, зона сводится в какое-то место, и для того, чтобы туда добраться, вам надо делать хренка пойми какую дугу. Что гораздо проще взять машину и доехать туда напрямик. Но, все же, если вы используете троллеи, то ничего сложного в этом нет. Просто подходите к ней, нажимаете F, и, пожалуйста, вы едете. Если вы вдруг видите впереди, ага, противник, не, спасибо, я туда не поеду. Просто нажимаете назад, он тут же разворачивается и едет в обратную сторону. При том, что вам нужно нажимать назад именно относительно той стороны, в которую вы смотрите. То есть, если вы нажмете назад, когда персонаж уже едет к вам лицом, то, ну, вы все равно как бы будете двигаться назад. Вам в этом случае надо будет нажимать вперед. Ну, и подводя итог по классам, могу сказать, что самым выгодным, конечно же, является именно гладин пак. Потому что он очень мобильный, и если грамотно заполнять инвентарь, то вам хватит с головой всего, что будет там находиться. Но, все же, если же вы любите собирать всего да побольше, то используйте сноуборд пак. Но на последний лучше не засматривайтесь, потому что, ну, он реально бесполезный на данный момент. Ну, а теперь уже поговорим об инвентаре и о его заполнении, как я сказал в начале. И для начала рассмотрим основные моменты, которые помогут вам в заполнении. А именно, что сколько весит, потому что это, ну, самое основное. И первое, это то, что оружие, которое у вас находится справа, то есть экипированные, не весят ничего. Вообще ничего. Так что для тех, кто думает, а вот брать мне два оружия или три носить, не думайте. Три. Только три. Все оружия надо брать. Все, которые есть, берите обязательно. А вот уже какие брать, это привилегии каждого игрока, в зависимости от того, кто как с чего лучше стреляет. Теперь уже поговорим о том, что отнимает ваш инвентарь. И начнем с аптек. Потому что они самые первые, начнем с них. Большая аптека стоит 20 единиц, средняя 12, и бинты стоят по 2 за штуку. Ну и как вы понимаете, для того, чтобы восстановить вам 100% здоровья, вам понадобится либо большая одна аптека, либо две средние, либо 10 бинтов. И сразу же возникает вопрос, и сколько чего брать? А ответ простой. Как можно больше. Но не бинтов. Бинтов имеет смысл брать только 10, потому что они нужны для того, чтобы просто догнать ваше хп до сотни. Когда у вас там 80 хп или 90, ну вы понимаете. Основной же упор, разумеется, надо делать на большие аптеки и на средние. Но так как большие аптеки падают очень редко, и в очень редких случаях вы сможете носить хотя бы две, то в основном заполняйте инвентарь средними аптеками. Давайте для наглядности я возьму инвентарь гладин пака, то есть у нас 250 единиц с бронежилетом, и будем от него отсчитывать сколько нам чего нужно. Давайте предположим, что вначале вам очень сильно повезло, и вам выпала сразу там одна большая аптека, пять средних и 10 бинтов, как я сказал, вы берете, чисто для того, чтобы догоняться до 100 хп. Это в принципе отличное начало, то есть это просто великолепное начало, я бы даже сказал, потому что остальные аптеки вы доберете потом с трупов, которые будете убивать, но для начала это просто вот великолепная ситуация, если у вас есть одна большая аптека, пять средних и 10 бинтов. Итого, вся эта богодельня занимает 100 единиц инвентаря. Далее у нас идут гранаты. Грены и дым занимают тоже по 12 единиц, как и средняя аптека. Сколько же с собой брать? Да нисколько, если вы кидать их не умеете, или там редко ими пользуетесь, забываете. Если же вы ими пользуетесь, то берите либо две грены, один дым, либо сразу три грены без дыма. Больше я в принципе не вижу смысла брать, потому что это ну нерентабельно. Итого минус еще 36 единиц инвентаря. Ну, теперь у нас осталось только оборудование и патроны. Начнем с оборудования. Оно у вас весит нисколько, потому что оборудование, которое стоит у вас на оружии, оно соответственно тоже не весит ничего, как и оружие. Если же вы носите оборудование в инвентаре, то вы конченый имбецил, потому что вы попросту зря тратите инвентарь. Если вы, к примеру, там нашли себе глушитель на снайперку, увеличенный магазин на снайперку, но при этом у вас снайперки нету, не надо его с собой носить. Только в том случае, если вы принесете его просто союзнику, у которого есть снайперка. Если же у вас ее нет, вы там играете в соло, не носите на авось. Вот, я тут попозже найду, поставлю. Не найдете, блядь, не найдете. Это, сука, закон подлости, а вместо этих долбанных модулей вы могли бы взять себе, там, две аптеки лишние. Потому что модули реально весят много, там, от 10 до 18 до 20 единиц. Просто, если можете поставить модуль, берете, не можете, выкидывайте нахрен его, пускай лежит дальше. Ну, значит, не повезло. Если вы найдете у какого-то человека снайперку, то я думаю, он уже полностью ее проапгрейдит. Поэтому о весе модулей просто забыли, потому что их не существует. Ну и последнее, это патроны. Это как раз таки то, что и будет в основном заполнять ваш инвентарь. Ну, разумеется, кроме аптек и гранат. И вот тут уже сколько чего брать, зависит от того, какие у вас оружия. Сразу хочу напомнить, что патроны, которые у вас находятся в оружии, вес инвентаря не учитываются. В инвентаре у вас лежат только запасные патроны. Начнем с самого стандартного варианта. К примеру, у вас какая-то ППшка, М-ка и калаш. Сколько и на что патронов нужно взять. Да тут все предельно просто. Если вы используете какую-то ППшку, больше одной запасной обоймы брать нет смысла. Потому что ППшка это, в принципе, второстепенное оружие, которое вы будете доставать, когда у вас закончатся патроны в основном оружии. Потому что, ну, перезарядить основное оружие гораздо дольше, чем достать просто ППшку. Итого, если у вас, к примеру, МП5, берете с собой 40 дополнительных патронов. Ну, с расчетом на большую обойму. Итого, это минус еще 15 единиц веса. А если же вы используете Вектор, то ему советую брать 2 запасные обоймы. Потому что его обойма всего 25 единиц с увеличенным магазином. И стреляет он гораздо быстрее. Поэтому ему лучше брать запасных именно 50 патронов. Итого, Вектор будет занимать 20 единиц веса. Потому что патроны Вектора весят 0,4 единица за штуку. Ну, а теперь перейдем к основным оружиям. И сразу предупреждаю, ребят, не берите с собой, не носите по 200, по 300 патронов. Они вам нахрен не нужны, вы их не отстреляете все равно. На ближней дистанции вам одной обоймы хватит, чтобы убить противника. Это 100%. Я практически уверен. Ну, если вы не самый, конечно, полный криворукий имбецил, вам хватит одной обоймы, чтобы убить. Если вы на дальней дистанции стреляетесь, вы же не будете на дальней зажимать. Вы стрелять будете тейпингом в любом случае. И если вы видите, что вы не попадаете, вы не можете его убить, да не стреляйте прочее, не тратьте патроны. Вы с таким же успехом не только эти там 90 с патронов своих убьете, а также все 200 вы туда устреляете и не убьете противника. Оно вам не надо. Поэтому я считаю, что дополнительно носить с собой надо патронов 80, ну, максимум 100. То есть две запасные обоймы с увеличенным магазином. То есть для эмки 80 патронов это будет 40 веса, для калаша 80 патронов будет 56 единиц веса. Итого, такого инвентаря даже для гладин пака хватит вам, чтобы отстрелять кого угодно. Кого угодно, на любом расстоянии. Если же вы еще какую-то снайперку используете, там ДМР-ку или Мосинку, или там Ремингтон вам выпал, больше там 40 запасных патронов носить нет смысла. Потому что, ну, блин, они нафиг не нужны там в таком огромном количестве, вы их не отстреляете за всю игру. А если отстреляете, то у меня для вас плохие новости, вы немного косоваты. Так что для гладин пака вот такая вот ситуация, с одной большой аптечкой, пятью маленькими, десятью бинтами, две ХЕшки, один дым, и также по 80 патронов для основного оружия, и 40 для запасного второстепенного, то есть для ППшки. Это просто идеальный инвентарь для победы. Если же вы используете сноуборд пак, или пак скалолаза, то нет, не нужно заполнять его всего патронами. Заполняйте остатки аптеками. Средними, большими, но не бинтами, либо средними, либо большими. Поверьте мне, в конце они вам пригодятся, когда вы будете в конце сидеть в зоне, которая вас будет пиздить, хилиться до самого конца. Таким образом можно пересидеть противника, который там сидит, хилиться, просто вы вынудите его первым побежать к вертолёту, для того, чтобы он не сдохнул. Ну, либо он просто сдохнет от заморозки, и вы сами прибежите и победите. Но опять же, запомните, не забивайте инвентарь патронами, они вам нахрен не сдались. Так что, ребят, если вам это видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте себе колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и стримы, и играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока!